Всем привет, с вами Марти и сегодня у меня на обзоре сверхкомпактный тепловизионный монокуляр от компании IRA Technology. На своем канале я уже неоднократно обозревал тепловизоры от бренда IRA, который мне предоставляет их официальный дистрибьютор в России. Ассортимент тепловизоров у них достаточно неплохой. Кому интересно, можете ознакомиться по ссылке в описании. Последний обзор тепловизора вышел на моем канале всего пару месяцев назад и там я рассказывал про очень компактный тепловизионный прицел IRA X-Holo. И судя по непривычно большому для подобного обзора количеству просмотров, многим эта вещь как минимум была интересна. Поэтому сегодня я расскажу вам о новом сверхкомпактном тепловизионном монокуляре IRA DV DL13. Как вы наверное уже поняли, основной фишкой данного устройства является его сверхкомпактность. Такой тепловизор можно легко переносить как в кармане брюк либо куртки, так и в небольшом подсумке, например гранатном. При этом начинка в устройстве вполне себе топовая, примерно того же уровня, что и в более дорогих полноразмерных моделях от того же IRA. В частности я говорю о разрешении матрицы, что является одним из важнейших параметров для тепловизоров. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться по ссылке в описании, я же уделю внимание лишь самым важным моментам. Вместе с батареей тепловизор весит жалкие 100 грамм, то есть практически ничего, если сравнивать с более габаритными моделями. Корпус выполнен из противоударного пластика, на ощупь он как будто немного прорезинен и даже во влажных руках совершенно не скользит. Есть колесико настройки окуляра под ваше зрение, а также кольцо регулировки фокусного расстояния на объективе. Кстати, объектив широкоугольный. В нижней части находится гнездо под стандартный штативный винт, а также крышка батарейного отсека. В отличие от большинства тепловизоров, эта модель не имеет встроенного аккумулятора, а питается от одной батарейки формата CR123, либо от аналогичного аккумулятора. С одной стороны это минус, потому что такой батареи хватит сравнительно ненадолго, примерно на пару часов непрерывной работы в зависимости от температуры воздуха. Но с другой стороны вы можете взять с собой сколько угодно запасных аккумуляторов, и ваше устройство будет полностью автономным, что определенно большой плюс. Использовать данный тепловизор можно не только как монокуляр, но и в качестве тепловизионной камеры для смартфона, у которого есть разъем формата USB Type-C. На этот же смартфон можно фотографировать или снимать видео с помощью специального приложения от iRay. Что касается непосредственного использования тепловизора, то его можно применять как в поисковых, так и в технических целях. Например, многим наверняка известно, что я живу в собственном частном доме, так что вопросы отопления и энергосбережения для меня крайне важны. Поэтому я регулярно проверяю дом с помощью тепловизора на неисправности в электропроводке, а также на теплопотере. Конечно, чисто для таких целей данный тепловизор немного дороговат, но с такими задачами справляется он отлично. Ну а что касается использования тепловизора для наблюдения и поиска, то тут все куда интересней. Поскольку объектив у тепловизора широкоугольный, прибор отлично подходит для обнаружения тепловых целей на малых и средних дистанциях. Например, тепловой объект размером с человека можно обнаружить на дистанции примерно до полукилометра. Но вот идентифицировать человека вы сможете только со 100-150 метров. То есть для охоты и страйкбола в ночных условиях этот тепловизор вполне подходит, особенно если учитывать его сверхкомпактные габариты и малый вес. Но если тепловизор нужен вам для работы на более дальних дистанциях, то вам придется раскошелиться на более серьезную модель с объективом большего диаметра. На этом все. Приобрести данный тепловизор, а также другую продукцию от iRay вы можете по ссылке в описании. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, не забудьте посмотреть и другие видео на канале. Всем удачи и пока!